А потом захрустел снег, под чьими-то тяжелыми шагами, и снова настала мертвецкая тишина. Михаил с большим усилием, напрягая глаза, вновь присмотрелся в ночной мрак. Но так ничего и не увидел. Он стоял посреди дремучих вековых деревьев и казался таким маленьким и беспомощным на их фоне. И вдруг ночная луна осветила лес, и в нем стало так светло, что отчетливо можно было разглядеть что угодно. Но в лесу никого не было. «Ступай на северную сторону!» — раздался вдруг голос в лесу. И Михаил резко обернулся и увидел недалеко стоящего старика с белой длинной до пояса бородою и такой же седой, ничем не покрытой головой. «Человек тебя там ждет!» И старик повернулся спиной к Михаилу и пошел. Хруст снега под его ногами затих, а старец и вовсе исчез в густом лесу, как и не было. И Михаил открыл глаза и понял, что все это ему приснилось, и стал тщательно вспоминать все детали этого сна. «Ну, а сон-то, по-моему, вещий. Старик указал направление, в котором надо вести дальнейшие поиски пропавших парней», — думал Михаил. «Он хоть и не верил в лесных духов, но помнил из детства рассказы своего деда про лесного старца, который помогает людям, попавшим в беду. Но не всем. Каких и заманивает в болото, или лесные чащи, и отдает диким зверям на съедение». Михаил принимал все это за сказки, да? А вот теперь сам, хоть и во сне, увидел этого лесного обитателя. Вот он, к нему сам вышел. Да, проснувшись окончательно, он улыбнулся про себя и подумал. Рассказать Сереге свой сон или, может, не стоит. Замучает потом своими приколами дедовскими. Но все-таки решил рассказать, попробовать. Пусть повеселится. Но Сергей довольно серьезно отнесся к услышанному. И наоборот даже сказал. А видел я этого лешего. Он ко мне тоже приходил. И тоже во сне. Вот только он меня предупредил, что волки ко мне подбираются. Помнишь, когда этот черт меня подстрелил? Вот я и проснулся тогда в холодном поту. И увидел слюни на клыках серых. Ну и начал палить налево-направо, пока не сожрали гады. Так и держал оборону, пока ты не подоспел на помощь. Не верил я до этого в лесных духов. А вот теперь верю. Я вообще думал, что ты ржать будешь над моим сном дедовым. Да нет, Серега. Давай действительно пройдем на север и посмотрим, насколько вещим был этот твой сон. После внезапно налетевшего ночного бурана, тайга вновь сменила свой пейзаж. Могучие деревья стояли, облепленные снегом, как будто нарядились перед торжеством. Кустарники забило снегом, наполнило овраги, и даже на полянах когда-то торчала трава, теперь лежал огромный снежный ковер. Все застелено. Ярко светило солнце и отражало свои блики на свежем, искрящемся в его лучах снегу. Зверь, переждав непогоду, вышел на кормежку. Перед снегоходом, обгоняя друг друга, быстро пронеслось стадо кабанов. Видимо, они тут поднимали снег в поисках пропитания и не ожидали появления непрошенных гостей в их нем владении. Снегоход мягко скользил, виляя между деревьями и кустарниками. Лес стал густеть, и вскоре он стал непроходимым для техники. Придется дальше пешком прогуляться. «Совсем нет возможности ехать», сказал Михаил и остановил снегоход. «Ну и куда мы теперь путь держим?» спросил Сергей. «А я забыл, тебе ведь Леший подсказал, куда идти. Точно! Твой Леший тебя намеренно ввел в заблуждение. Сие! Не ворчи, не ворчи, Серега! Пройдем до подножья вон того холма, оглядимся и вернемся обратно». «Пойдем, пойдем! Тебе с погреба виднее, с твоей колокольни!» «Ох, опять ты, а!» «Пойдем! Мохнатые лапы елей, забитые снегом». Михаил молча закинул рюкзак за спину, взял карабин в левую руку и медленно последовал за другом. У подножья холма они оба издали заметили струящую из-под снега полоску дыма. Подойдя поближе, они увидели и снегоход со сломанными лыжами. «Смотри, Мих, блин, дашь какой-то, как во время войны». «Какой войны?» «Это вояки тут стояли недалеко, вот и понастроили схронов себе для учений, видимо». «Эй, есть тут кто живой?» — крикнул Михаил. «Да!» — глухо отозвалось, где-то там, глубоко под землей. «Ухнуло!» И мужики пошли на этот голос и наткнулись на вход в какое-то подземное устройство. «Олег, мы по вашу душу!» «Поисковый отряд!» — крикнул в дыру Михаил. И через несколько секунд из подземного убежища вылез парень в красной куртке. И протянул руку Михаилу, чтобы тот помог ему. «Вы там не задохнулись хоть?» — спросил Михаил. «Да нет, там печка военная стоит. Хорошо горит. Помогите Паше выбраться. Он не может сам идти. Ногу подвернул». «А похавать у вас есть чего?» «А что батя вертушку за нами не прислал?» «А ты с ним связывался?» — спросил его Сергей, доставая припасы из рюкзака. «Везет же туристам. И балаган для них построили. И печь поставили. А так бы съели волки вас». Потом достал нож и стал нарезать сало тонкими ломтиками. Паша с Олегом, оголодав в этом блиндаже с завидной жадностью, набросились на эту еду. Сергей не успевал резать сало, как оно исчезало в голодных ртах спасенных, а? Ухнуло. Как в сухую землю. «Да нет. Мобила здесь совсем не рубят. Не-е-е. Хотели пешком уйти, да заплутали малость. Паша вон ногу подвернул». «Ну, хорошо, что не пошли. Ночью такая круговерть была, что света белого не видно было». «Куда бы вы пошли, а?» — объяснил Михаил. «Ну, а где же ваша основная группа? Где вертушка?» — спросил Олег с полным ртом еды. «Ну, вертушку мы сейчас вызовем. А мы не спасатели, как ты заметил. Мы сами по себе. Охотники мы. Мих, вызывай Макарыча». Михаил достал из грудного кармана спутниковый телефон и связался с Макаровичем. «Да, Макарыч. Нашли в восемнадцатом квадрате. Да, нашли». «Живы. Один легко ранен». «Да нет, ногу подвернул». «Да, да, здесь заброшенная военная база, Макарыч. Давай, все, ждем». «И поисковики недалеко», — говорит. «Сейчас вертушка будет». «Миш, а можно я с отцом поговорю? Успокойся старика, а то он переживает, наверное, страшно там». «Один я у него, понимаешь?» — попросил Олег. «Ну, конечно же. Успокой отца». «И протянул парню телефон. На, попшипшикай». «Спокойная водная гладь небыстрой реки отражает на своей поверхности яркие, переливающие искорками солнечные лучи. Прозрачная вода медленно перекатывается через каменистое дно, неся в своем мощном потоке многочисленные пески, мелкие камешки и ил. «Высоко в небе на голубом фоне парит большой орел». «Он словно медленно плавает на голубом фоне огромного пейзажа. Как по волнам. Прекрасное утро!» «Встречает тайга. Утречка! Доброе утро!» «День сулит тоже спокойную, безветренную погоду и солнышко. О! Хоть сегодня кости не буду крутить. Хоть сегодня хороша погода. Добрый день!» «Да, любил Михаил на утренней зорьке посидеть у реки с удочкой. Послушать, как шумит вода на перекате, как плещутся утки в камышах, как выпрыгивает рыба из воды, ловя на лету мошек. Звери приходят на водопой и, не заметив человека в камышах, осторожно пьют воду и снова исчезают в густой чаще леса. Таким зрелищем можно наслаждаться бесконечно». «Ну что?» Наловил на уху. Прервав тишину, раздался голос Сергея. «Пошли. Батя обедать зовет. Какое-то новое блюдо приготовил. Удивить хочет». На обеденном столе рядом с мисками, с мисками похлебки, батя выложил вяленое мясо. Мясо косули. Ага. Оно выглядело темным и невзрачным. Но, попробовав, Михаил удивленно одобрил батя на блюдо. Ага. Ага. Надо пробовать. «Вкусно. Как сыровяленая колбаса. Даже подкоптел слегка, смотрю, да? А что за специи использовал, батя?» «Михаил не любил мясо косули. Оно напоминало ему сухую лосиную печенку. Но приготовленное батей сыровяленое мясо ему очень понравилось». «Да нет тут ничего секретного, а?» – начал рассказ своего рецепта батя. «Нету ничего. Сперва вот это засолил полосками нарезанные ломтики. Ну, почти как рыбу, да. И в погреб на пару суток. Ага. Потом промыл от соли и на ветру подвялил все. Нехай вялиться. Обвалял всякими специями. И при копчении в стружку добавил тимьяна. Чуток. «Вот тебе и получился такой вкус. А? Вкусное мясо? Ага. Ну да, выглядит действительно просто. Не даром говорят, что все гениальное в простом. А мы с дедом мясо вялили по старинке. По старым охотничьим рецептам», – сказал Михаил. «Ну, то расскажи. А? Ха!» «Сегодня утром в тайге услышал я оружейный выстрел недалеко. Решил посмотреть, кто его произвел», – вмешался вдруг Сергей. «Потом помолчал и добавил, что они совсем не охотники. Инструмент у них плотницкий. Лопаты и тяжелые рюкзаки. Ну, естественно, ружья. Что-то в лесу строить там собрались? Или золотишком промышлять вышли?» «Пусть промышляют. Что, тебе жалко, что ли?» – сказал Михаил. «Жить-то надо как-то мужикам. Семьи кормить. Только в тайге еще выжить надо. Не ко всем она благосклонна. Да и золотишка без труда не дается. Пусть мужики поработают, а?» «А вдруг не золотишко они пошли мыть? А что, дурное затеяли?» – сетовал Сергей. «Да, в тайгу многих тянет. Особенно городских. А не думаешь, это прогулка в парк? В зоопарк, а? А нет. Она сурова и беспощадна к тем, кто ее совсем не знает. Кто идет в нее просто так. Прогулятыся. «Бывает тысячи километров ни одной души. Что случись, надеяться не на кого. Только на самого себя. Да, – рассказывал батя, как бы напоминая парням о таежных законах. О, запомните. Хочу прогуляться, посмотреть, где встанут добытчики. Мих, ты со мной?» «Намек, понял. Ну, как я тебя одного отпущу? Заблудишься еще там еще, а?» Пошутил Михаил. «Выйдем». Михаил с Сергеем прошли по следам добытчиков и только под вечер наткнулись на ихнюю стоянку. Мужики сидели вокруг костра и готовили похлебку из подстрельного глухаря. Понаблюдав немного со стороны, они решили подойти, убедившись, что не злодеи, пожаловали в тайгу. И опасности от них не исходит. Не злодей то. Не бандюки вышли. Выйдя из леса, Михаил с Сергеем направились к костро. Мужики, увидев неожиданных гостей, сначала испуганно схватились за оружие. Но, увидев спокойных Михаила и Сергея, они сразу же опустили свои ружья. «Кто вы, милые люди?» Спросил мужчина лет сорока на вид, по всей видимости, старший в этой компании. «Да вот проходили мимо. Видим костричи на берегу. Погреться пустите?» Ответил Михаил. «Присаживайтесь, мужики. Вот как раз ужинать собираемся. Добрым гостям всегда рады», — сказал старший и жестом показал на костер. «Меня Павлом зовут». И мужики пожали друг другу руки и познакомились. «А вы, мужики, видать, рабочие? Что строить в тайге собрались?» Спросил Михаил мужиков. «Промышлять собрались, как получится», — ответил Саня, самый молодой из группы. «В деревне работы совсем нету. Подались в город, на завод. А там тоже разруха. Три месяца отпахали. Ни копейки ни хрена не заплатили там. А чем детей кормить? Чем одевать, обучать?» «Выхода нет. Но вот решили счастье в тайге попытать. Копеечко». «Да, даже детей путем учить негде», — вступился Василий, третий член группы. «У меня Женька вон еще в школу не пошел, а уже книги читает свободно и примеры решает. Видно, что талант налицо. А его развивать надо. Иначе все впустую будет. А на какие шиши его развивать, а? Так и пропадет мальчишка со своим талантом здесь», — спокойно рассуждал грустный Василий. «Ну вот и собираемся мы поставить жилье в тайге, подальше от цивилизации, и добывать провизию для семей. А если повезет, то и на жизнь заработаем». «А вы не знаете, где в тайге можно золото помыть?» — спросил Михаил, молодой парень Санька. «А? Вот так вот сразу же тебе все, да? Карты выложить? Сразу видно. Молодой, неопытный. Да, молодой хочет сразу разбогатеть, да? Чтоб все аж сразу, не напрягаясь, да? Вот учитесь, мужики. А то шишка — жень-шень. И улыбнулся Сергей. Ха, шуточка. Жень-шень, разве тебе шишка? Ха-ха-ха. Собирай, повызбирывай, потай это. Ну а что, а вдруг подфартит парня? Пусть попытает счастье. Для этого знания нужны необходимые, но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет», — поддержал парня Михаил. Вот здесь мы ручей переходили. Он усеян белым молочным кварцем с красными прожилками. Так вот, красные прожилки — это железо. А железо — это первый сопутствующий золоту металл. Ну а белый молочный кварц — это первый сопутствующий золоту минерал. Кварц, значит. Вот по этим признакам и ищи. Вот с этого ручья и начинай сразу же. Серег, алло, слушаешь меня? Группа туристов идет по маршрутру, пролегающему через твой кордон. Нужно встретить их и задержать до моего прибытия. Они вдоль реки пойдут. Ты легко их обнаружишь. Да, я их направил по этому маршруту. Жди меня. Я скоро буду. Три женщины и двое мужчин. Романтики мать их. Ага. Три женщины. Давай, братан. Я надеюсь на тебя. Не дрейф. Ничего, ничего. Прорвемся. Да, люди хорошие попросили. Да, попросили. Говорил Михаил по спутникам у телефону. Да я и не дрейфлю. Мне-то чё бояться? Подумал про себя Сергей. Хорошо. Сделаем, братан. И засунул телефон в нагрудный карман куртки. Опять туристы прутся в тайгу. Романтики природы. Потом разыскивай их. Спасай. Ну ладно, по работе там геологи, археологи. А то просто так прогулятыся. Романтики им не хватает, что ли, а? М? Ворчал батя, узнав, куда собрался Сергей. Всем проводников подавай, а? Знают, куда идут. Тайха здесь сто лет растёт. А может, даже и больше. И законы у неё свои. Не беги попред батьков пекла. Бать, не ворчи. Ну всё будет нормально. Ну, обещаю тебе. А? Да сердце у меня не на месте, пойми. Когда вы в тайгу уходите. Вдоль берега, растянувшись с цепочкой, медленно шла группа из пяти человек. Во главе группы впереди шёл мужчина лет сорока, с длинной, как слега болотная, палкой. Как бы прощупывал почву впереди себя. Чтоб не грохнуться. Три девушки в пёстрых одеждах шли следом. Замыкал колонну второй мужчина, чуть помоложе первого. Ну, точно, туристы. В прогулочной пёстрой одежде, но... Увидев группу, подумал про себя Сергей и пошёл навстречу. Сразу же. Как Миша точно вывел их на зимовье. Даже удивительно, что они не заблудились, а? Увидев Сергея, путники остановились, и на лице у них появилось напряжение. Мужчина, который шёл последним, вышел вперёд и вскинул двустволку. Сергей хитро ухмыльнулся и подошёл ближе. Не пугайтесь, туристы. Я по просьбе Михаила вас встречаю. Да, пуколку свою опусти и больше никогда не направляй на мало знакомых человеков. А то она иногда и в обратную сторону тоже стрельнуть может. Угу. Недовольно заворчал Сергей. Он не любил, когда на него направляют оружие. Но не обижайтесь на него, он тайгу плохо знает. Вот и насторожился от неожиданности. Как тот заяц, а? Уши сразу кверху. Вить, а ну опусти ружьё. Видишь, человек нас встречает, сказал мужчина с длинной палкой в руках, шедший впереди группы. Разобьём лагерь возле реки и будем ждать Михаила. Вы в курсе? Да, мы с Михаилом обговаривали этот вариант. Меня Аркадием зовут. Это Виктор, как вы уже поняли. Мария, моя супруга. Наталья и Виктория. Представил всех старший. Очень приятно. Местный лесник Сергей. А вы, Виктор, покажите мне разрешение на охотничье ружьё-то, а? Да нет у меня разрешения на оружие. И лицензии нету. И что теперь? А теперь вот что. И Сергей подошёл к мужчине и сильным рывком вырвал его из рук, как и не было, крепко сжимающих ружьё. Нельзя владеть оружием без спецразрешения. Подумаешь, тоже мне лесник нашёлся. У самого, наверное, тоже нет документов. Да кому они тут надо в тайге? Дерево проверять будет, что ли? Лагерь из трёх палаток разбили. Сергей на берегу реки. Сергей разжёг костёр и на рогатулины повесил чайник. Уселся на поваленном дереве и стал наблюдать за рекой. Уставшие за день путники повалились ног. «Можно у вас кипяточка спросить? Кофе заварить?» Спросила подошедшая к Сергею Вика. Сергей молча налил кипятка девушке в кружку. «Не понравился вам наш Виктор. Зачем ружьё у него забрали? Ну как в тайге? Да без оружия. Вы с проводником пойдёте, с Михаилом. А он таёжник. С ним оружия не нужно. Да верну, верну я ему его ружьё. Если на людей направлять не будет. А вы почему за него заступаетесь, а? Он что, ваш близкий друг, что ли? Нет, его Аркадий взял в поход. И знаю я его всего-то два дня. Но он показался мне порядочным человеком. Немного помолчала и спросила. «А много зверей в тайге? Я хочу сделать снимки диких животных. Природы, друзей». «А в городе развлечения что, не лучше? Всё-таки цивилизация?» Спросил Вику Сергей. «Да много в городе всяких развлечений. Но от них устаёшь. От суеты сует этой устаёшь. От злобы, алчности людской. Всё устанешь». Хочется, понимаете, уединения с природой. Хочется вернуться к первоистокам нашей жизни и окунуться в вечность природы. Забыть про город, суету, про все эти проблемы. Сергей сидел и слушал девушку. Она оказалась хорошим собеседником, и он почувствовал, что ему с ней хорошо. «Почему так?» «Ну, хорошо. Редко так бывает». А в тайге наступали сумерки, и от реки потянуло прохладой. Сергей снял куртку и накинул на плечи девушки. «Всё, палаткой будешь». «А-а-а». «Чтоб не дуло. Заду». «Скажите, Сергей, а вам было когда-нибудь страшно в тайге по-настоящему?» «Ну, было страшно один раз. Да и сейчас иногда бывает тоже страшновато». «Да ведь нету людей, которые ничего не боятся. Их нету. Пусть там что не говорят. Совсем бесстрашным может быть только человек, лишённый ума. Безумцы». «А расскажите, Сергей, как это было? Очень интересно». «Как-то однажды в тайге я заплутал малость. Начинался как раз буран. Дело было к вечеру. Примерно по компасу взял направление и пошёл. Вдруг неожиданно вышел на какую-то деревню. Да и деревня-то была не очень похожа на деревню. Скорее всего, хутор в несколько домов. Людей в ней не было. Видимо, ушли давно. Или ещё по каким-либо обстоятельствам отсутствовали. Заброшенная деревня. Дома все старые, покосившиеся. Обрадовался, что есть где метель переждать. Есть. И, выбрав домик, посправнее я вошёл в него. Внутри дома всё выглядело серо и мрачно. И пахло не человеческим духом, а псиной. Хорошо, что печь в ней была исправная и дрова заготовлены. Затопил я печь и, поужинав, улёгся на лавке возле неё. Так хорошо закемарил. Я вдруг сквозь сон слышу, кто-то шкребётся в дверь. Проснулся моментально и прислушался вновь. Уже наяву. Тихо подошёл к двери. И я услышал злобный рык собаки. Собаки, а не волка. В узкую щель попытался разглядеть непрошенного гостя. И аж обомлел. Возле дома сидела целая стая одичавших, голодных, всякой масти псов. И жадно смотрела на дверь, за которой, по их мнению, была еда. Видимо, уже были нападения на человека. И теперь это не собака, а одичавший, не боявшийся никого зверь. Я подбросил дров в печечку. И стал шарить фонарём по избе в поисках места, где они ещё могут проникнуть. Куда пролезть. Ну, вот так и просидел я всю ночь. И наступило утро. И вдруг сильный удар в дверь, он как ошарашил меня. Я пригляделся и увидел, что ещё несколько таких ударов, и дверь вылетит вообще из петель. Я выглянул снова в щель. Большой пёс породы восточной овчарки с разгону таранил двери. И пришлось выстрелить в него. Что мне оставалось? Пёс взвизнул и убежал куда-то. А потом убежала и вся стая. Видать, поняли, что добыча здесь не из лёгких. Вот так и кончились мои страдания. А потом я чесал по тайге и оглядывался, не появятся ли эти псы снова. Одичавшая собака, она страшнее волка, потому что совсем не боится человек. Прям совсем. Даже в волчьих стаях встречались такие особи и обязательно во главе стаи, потому что полностью знают человека. От человека и пришли. А вот и Миха чешет по тайге. Увидев друга, обрадовался Сергей. Да не один, а с собакой. Здорово, братан. А мы тут тебя вообще заждались. Где такую собачку приобрел? Пошёл навстречу Михаилу Сергей и радостно обнял его. Здорово. Вот бродяжила собачка в лесу. Да и бродяжила. Прибилась, а. Меня увидела, сразу приласкалась. Умная. Команды все понимает. Ну, вот я и решил взять её. Ну, не оставлять же в тайге. Пропадёт. Навовсе. Ну, давай знакомиться, охотник. И Сергей протянул собаке руку. М? Здорово. Та села на задние лапы и переднюю подала Сергею, как бы здороваясь. А? Умница, действительно. Всё понимаешь. Видать, с хозяином приключилось что-то, да? Иначе ж не бросили б такую псину. А как зовут тебя? М? Собака. Порода хаски Мих. М? А? Ха. Ну, пошли знакомиться с членами группы. Поздоровкаемся. Дашь лапу, а? Дай всем свою пятерню. Ведь ты ж хаски. Познакомившись со всеми участниками похода, больше его никак не назовёшь. Михаил спросил Аркадия. А как окончательная точка маршрута? Какая у группы? Какая окончательная точка маршрута у группы, а? Развернул карту лесного массива и пододвинул её к мужчине. Мы хотим вот на эту гору сходить. Там, по некоторым данным, раньше были царские прииски. Вроде до сих пор сохранились штольни и шурфы. Поснимать, поизучать. Да и вообще. Если штольни такие древние, то в них нельзя заходить. Подпорки по-любому сгнили, и обвал неминуем. Кто это у вас такой увлечённый этой темой, а? Спросил Михаил Аркадий. «Особо никто не увлечён. Но чем чёрт не шутит? Может, и нам повезёт?» Ответил Аркадий. «Ага. Вот теперь понятна цель вашей прогулки. Но хочу сразу предупредить, что в тайге вы будете чётко следовать моим инструкциям». Строго сказал Михаил. И вот к вечеру пришли к намеченному маршруту. Кругом была заросшая дикая тайга. Выбрали место на полянке возле ручья и разбили лагерь. Михаил с Сергеем обследовали местность и действительно наткнулись на старые останки утвари старателей и куч отработанной пустой породы – хвосты, поросшие густым бурьяном здесь. Нашли в горе и вход, в штольню, тоже, аккуратно вырубленную тоннель со сгнившими от времени подпорками. «Смотри, Мих, а штольня-то не завалилась за такое-то время, а? Стоит!» Сказал Сергей, заглядывая вовнутрь длинной, уходящей куда-то в гору штольни. «Смотрю, у тебя тоже глазки загорелись, да? Старатель! Стараешься? В любом случае, штольня выработанная, она не перспективная. Видел, сколько хвостов?» «Иначе бы до ней до сих пор бы работали люди. Давай лучше за туристами понаблюдаем со стороны. А то, смотри, что-то тут не чисто. Я не пойму их, то ли они курьеры, то ли просто хищники. Кто они?» Сергей сказал старшему, что мы отойдем на пару деньков. Он даже обрадовался вроде, сказал Михаил Сергею, и они направились вверх по склону горы. Выбрав место, откуда лагерь туристов и вся прилегающая территория была как на ладони. Они и стали наблюдать. Сергей достал из рюкзака бинокль и прильнул к стеклам. Пес, все время следовавший рядом, он тоже улегся на траву и положил голову на передние лапы. «Смотри, Миха, он тоже понял, что мы отдыхаем. Решил отдохнуть за компанией. Как же мы будем звать его?» «А давай назовем его Малыш, ведь он такой милый и на лицо очень молодой», – пошутил Сергей и потрепал собаку за ушами. «Ну, малыш так малыш. Имя звучное», – глянул на собаку Михаил. Пес поднял голову и, сделав довольную радостную морду, как бы одобрил свою новую кличку. «Смотри, Мих, он, походу, понял, о чем мы говорим, а? Одобрил». «Ну а что, умные собаки, они понимают человеческую речь. Вот у нас с дедом был пес, звали его Валдай, так он по разговорам понимал, что мы собираемся делать, на какой даже участок идти. Его часто оставляли охранять зимовье, так он с вечера исчезал и появлялся уже там, куда мы еще вчера только договаривались сходить, а? Да, как цифры читать умел. Он умел, значит, подслушать нашу речь и сделать для себя выводы». Дед даже привязывать его пытался. «Так он так искусно снимал ошейник, что и человеку даже не сообразить. не до кумека ишь». «Да если бы многие люди были умны и преданы, как собаки, мир бы выглядел совсем другим. А то подавай им на халяву роскошь, машины крутые, квартиры, дачи, заграничные поездки. «Да, чуть-чуть сделать, а получить много. Вот так вот хотят». «Мне помнится, что мы с тобой тоже от халявного рыжья не отказались, а? Помнится?» «Спокойно, с испытывающим взглядом», — сказал Михаил и посмотрел на Сергея. «А? Блэм-блэм». «Ну, это нам сам Господь послал ведь. Он знал, что мы не шикуем и не творим зло. Я вообще отдал бы все это детям, но, зная заранее, где окажутся мои деньги, делать этого не буду. Вот так. Пусть лежит до лучших времен. Нехай, как дед говорит. А у меня все есть. Мне хватает. Машина, хоть и старенькая буханка, но есть. Мне лучше даже и не надо. Хватит мне. Что мне надо? Заводится в любое время года. Снегоход вот, правда, новенький купил. Это да. Но без него ведь зимой никуда. Это как НЗ нужно. Смотри, Мих, этот чудик с металлодетектором вон лазает у воврага. Видишь? Смотри. Чуть он там ищет, а? Наверное, думаешь, что золото в тайге, оно прям кусками тут везде разбросано. Смотри. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok